Диапазон Очень часто бывает так, что человек от природы высоко очень поёт. Я говорю не только о женщинах, я говорю обо всех, о мужчинах. Мужчины могут петь весь этот звуковой ряд, просто сделав на октаву вниз. Так вот, если у человека есть хороший верх, ещё не факт, что мы разовьём низ. Но когда ко мне приходит вокалист с хорошей низкой базой, и я понимаю, что ми – малая октава, если мы говорим о женщине, ну, с мужчинами речь идёт о других уже регистрах, то я знаю точно, что верхушки есть, их надо просто раскопать и поставить. Поэтому я вас очень прошу, не относитесь к этому, к циклу только лишь как акценту на верхние ноты. Отнюдь. Диапазон нужен с нижней до верхней. И вообще, когда вы занимаетесь, очень важно помнить, что с самой низкой ноты до самой верхней ноты и вниз обязательно. Тогда мы действительно закрепляем навык. Тогда мы учимся. Наш организм, тело учится. Поехали? Покажите нам, пожалуйста. Что я тут написала. Тоже песни практически, да. На самом деле, я очень досадовала всегда, что распеваться приходится бог знает на чём. На обычных арпеджио, ещё на чём-то. Поэтому, когда есть возможность распеться на песнях, мне кажется, это интереснее и как душе приятнее, да и вам тоже, и соседям, кстати, тоже приятнее. Да. Смотрите, мелодия так немножечко вся засинкопирована чуть-чуть. Постарайтесь соблюсти этот ритм. Это заодно и ритмику нашу будет развивать. Поехали. И. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дальше. Форте. Наташка распелась. Красиво. Кстати, замечаете, если вы смотрите внутрь, вы видите значок цезуры, взятие дыхания. Ты первые просто игнорируешь. Молодец. Ну, в общем, кому тяжело, делайте там дыхание. Ничего страшного в этом нет. Поехали. И помните про опору. Продолжение следует... Я... У-у-у-у-у, я, я. Красиво сняли.